Разрушение плотины вот-вот оставит город без питьевой воды. По такой легенде сегодня проходили совместные учения спасателей и работников водоканала. Чтобы устранить учебную аварию на Верхне-Шайтанском водохранилище, спасателям пришлось погружаться под воду. Подробности у Татьяны Уваровой. Не надо, чтобы она раскатилась. Все, все нормально. Только на экипировку у спасателя уходит до получаса. Важно закрепить все детали водолазного костюма и каждый прибор. Чтобы справиться с задачей, отвлекать не должно ничего. Видео и аудиоаппаратура поможет держать связь с землей. Водолаз отправляется на глубину 7 метров, чтобы обследовать плотину. По легенде учений, ее нижний уровень частично разрушен. Образовались дыры, из-за чего размывает основание плотины. В реальной жизни такая ситуация может обернуться засухой для всего города. Если эту ситуацию не контролировать, может произойти полное разрушение плотины. И все Верхне-Шайтанское водохранилище просто убежит. И неоткуда будет городу Пиральск убрать питьевую воду. На одно погружение у водолаза есть два часа. На больше не хватит воздуха в баллоне. При этом обследовать необходимо буквально каждый сантиметр плотины. Вся работа отслеживается по специальному телевизионному комплексу. Он позволяет увидеть, в каком состоянии находится сооружение. А со спасателем держит постоянную аудиосвязь. Решатку едет? Пока нет. А, все, видно, картинка пошла, да. Кроме того, к водолазу приставлен страхующий, готовый в любую минуту прийти на помощь. Держу сигнал, слежу за ним, за водолазом рабочим, чтобы он... Ну, по пузырям слежу за его дыханием. Также мы постоянно обмениваемся по сигналу, информацией, самочувствия и все остальное. Повреждения, обнаруженные на плотине, латают прямо под водой. В качестве уплотнителя используют мешки со щебнем или угольным шлаком. Их по веревке спускают под воду. Еще несколько минут и операция по устранению аварии успешно завершена. Обследование, устранение у нас 23 минуты получилось, ну, судя по аппаратуре. На этих плотинах все хорошо, вот, бывают, такие вещи происходят. Тогда без помощи водолазов не обойтись. Во избежание подобных ситуаций в реальной жизни гидротехническое сооружение обследуют ежедневно. А подобные учения проводят раз в год. Они позволяют не только отработать действия спасателей, но и провести более тщательное изучение состояния плотины. Сегодня замечаний к нему нет. Татьяна Уварова, Дамир Харисов, Служба народных новостей.